Впервые за сто лет в Алакжане могут увидеть знаменитый дом с лилиями. Работы в деревянном здании на Черешевске-18, построенном в конце 19 века, велись последние два года. И вот сегодня горожанам представили обновленный объект культурного наследия регионального значения. Одной из первых в доме с лилиями побывала и Алена Закатаева. Когда стали снимать подшивку уже карнизную, под карнизной подшивкой были обнаружены подтечки, краски. И когда проанализировали все эти послойные подтеки, именно окрестный цвет был первоначальным. Воссоздан не только цвет здания. Главная заслуга реставраторов – парадное крыльцо. Почти сто лет его не видели в Алакжане. Эту часть дома закрыли досками практически сразу после строительства. Когда здание готовили к работам, были обнаружены те самые знаменитые двери с лилиями. В конце 19-го, начале 20-го века дом так и называли – дом с лилиями. Благодаря сохранившимся фотографиям и проведенным исследованиям восстановились исторический вид окон, резьбу, а еще декоративные элементы водосточных труб. Металлические короны изготавливались вручную. Все за счет владельца здания. Это яркий пример сотрудничества бизнеса и городских властей в деле сохранения объектов культурного наследия. И это замечательное здание, которое было в 2014 году принято решение отдать его в приватизацию с условиями, что мы сохраняем историческую ценность. Вот видите, этот момент настал. На самом деле, этот прекрасный дом сегодня имеет тот исторический облик, который, мы как слышали, изначально предполагался. Исторический облик частично вернули интерьеру дома. Так, например, эта лестница выглядит так же, как и сто лет назад. Сохранили и печь. Ее еще предстоит восстановить. Вандалы разрушили ее главный элемент – розетку. В комнатах дома можно увидеть родные потолочные балки, а еще строители специально не закрыли часть стен сруба, чтобы можно было видеть бревна. Восстановили, но не покрасили часть дверей. А на террасе и вовсе оставили стены без обшивки. Здесь же окно – единственное, полностью сохранившееся за эти десятилетия. Оно тоже в первозданном виде. Все это для того, чтобы можно было понять, как выглядел дом в начале прошлого века. Это очень интересная работа. Она захватывает. Хочется еще, еще, еще. Вначале было тяжело, руки опускались. Но чем дальше, тем интереснее. И когда уже все практически почти готово, очень даже приятно самому. Сейчас в одной из комнат зданий располагается музей. Здесь пилы бревен. По ним проводили экспертизу, чтобы точно узнать год постройки дома с лилиями. Это 1890-1905 года. Здесь же инструменты и гвозди, которые обнаружили реставраторы, не подлежащие восстановлению элементов фасада и печи, а еще фотографии того, как велась работа. Чем больше будет таких людей, как Армир Петрович и его единомышленники, которые вкладывают деньги по своей собственной инициативе сохранения памятников, тем больше будет возможностей сохранять город, которым помнили его наши предки. За последние сто лет в доме Черноглазого располагался и трактир, и аптека, и различные партийные учреждения. Сейчас здесь открыт магазин цветов. Возможно, появится кафе. Владелец пока еще не решил. Но в любом случае, этот дом стал настоящим украшением деревянной Вологды.